Учится же каждому родителю, своему ребенку, ну супер лучше, если не подлокотник, не подстаканник. Есть специальный вариант, на самом деле, действительно. Производитель Ricara на сегодняшний день предлагает такую, как одну из опций в своем кресле, это легкое прослушивание музыки. То есть вы можете подключить сюда плеер, включить ребенку любимую музыку и в таком приятном, скажем так, приятной громкости, то есть будет ребенок там либо засыпать, либо просто слушать музыку. То есть на самом деле есть такая как инновация на сегодняшний день. Я бы тоже такое хотела, потому что в наушниках очень часто устают уши, а тут как бы такое. Да, тут здесь как бы установлены динамики, которые будут ребенку комфортно чувствовать себя при езде. По безопасности некоторые производители, там как Ремер, как тот же Ricara, которые у нас представлены, в принципе, оснащены еще боковыми дополнительными усилителями. То есть они составляют в основном из пенопласта сверху, который закрытый пластиком. То есть они при краш-тестах показали, что вот эти вот боковые части при боковом ударе очень хорошо поглощают само усилие удара. После ДТП, то есть если не дай бог, конечно, такое произошло, то есть больше вероятность, что это кресло лучше выдержит удар, чем такое кресло без боковых поддержек. Приходить, выбирать кресло лучше с ребенком или без, потому что ведь когда мы покупаем поддержанное, чего делать не стоит, вот вы мне уже сказали почему, то мы покупаем его, как кота в мешке, не глядя. Вот все-таки для чего нужно покупать кресло с ребенком? Или можно так, пальцем в небо? Смотрите, пальцем в небо, в принципе, можно, но лучше прийти с ребенком. Хорошо. Смотрите, то есть в чем как бы основная критерия, то есть как мы понимаем, да, у ребенка формируется как цветовая гамма, так и его внешнее восприятие кресла. Некоторые дети даже бывают пугаются этого кресла, категорически говорят нет, а садишь ребенка в другое кресло, ребенок себя чувствует сразу же комфортно, сразу ему нравится цвет, он сразу начинает его щупать везде, то есть и при этом как бы лучше выбирать детское автокресло, естественно, с ребенком. Да, дать ему все-таки право выбора, для детей это важно. Счет люлек, вот смотрите, мы с вами проговорили, что нежелательно спать ребенку в лежачем положении, а если вот совсем малыш маленький, люльки, автолюльки? Для таких малышей, то есть используется группа, так называемая, нулевка, 0-0+. У вас бывают такие тоже? То есть у нас бывают, да, такие автокресла, то есть они используются в основном против хода движения, то есть разворачивается ребенок, потому что у него голова, соответственно, при рождении тяжелее, чем в туловище. И, соответственно, чтобы не повредить ребенку там, то есть шейные позвонки, то есть и все остальное, потому что они только формируются. Поэтому рекомендую производителей автолюльек, то есть ребенка садить против движения. Против движения, понятно. Куда правильно устанавливают кресло? Справа, слева от водителя, за спиной водителя, с точки зрения безопасности, опять же, разные мнения есть? Ну, на самом деле, да, действительно, есть разные мнения, то есть, но это в основном, как по всем определенным правилам, то есть самое безопасное место в автомобиле – это середина. Серьезно? Серьезно, то есть, ну, опять же, так как мы говорили ранее, то есть не все автомобили имеют трехточечный ремень для того, чтобы закрепить кресло посередине. У меня муж с мамой поссорился из-за этого, он доказывал ей, что за водителем. Ну, это все-таки в процентном соотношении, то есть это на самом деле, ну, немножко, но, в принципе, как справа, так и слева, то есть можно использовать кресло, то есть, ну, как бы это все предельно нормально, то есть не надо бояться, то есть вообще по статистике каждый водитель, то есть ведет себя по-разному при ДТП. При ДТП, да. То есть он в основном, то есть считается, как бы, самым безопасным местом, то есть это, как и левая сторона, то есть он может повернуть влево, уходить от ДТП. Так же самое и вправо. То есть здесь так определить, как бы, какая точка безопасная, то есть определились на том, что есть середина. То есть если у вас ребенок будет прикреплен либо слева, либо справа, и опять же таки зависит от семьи. То есть если у вас пять человек, соответственно, если вы прикрепились посередине, то есть по бокам, два человека, и на баяне играть можно, если это универсал, да? Соответственно, ну, совершенно верно. Спасибо вам большое, Вячеслав. Да, мне застанно. Очень интересная была встреча. Для меня, как минимум, смотрите, открытий сколько было. Первое, это крепление посередине, это интересный вариант. Второе, что не стоит покупать поддержанное автокресло, либо у проверенных людей, то есть, например, если родственники попользовались, мы точно знаем, что это кресло не было в ДТП. Следующий момент для меня был лично новый, это вот эта ваша немелька мне понравилась тоже, этот обогрев. Я бы себе даже такого купила не для автокресла, хотя от прикуривателя только включается, да? Да, основа прикуривателя. Ну, еще мне понравилась вот эта штука, такой аксессуар для сиденья. Да, для сиденья, то есть, вот это, да. Кроме того, я узнала, что такое бустеры, честно говоря, сама не знала, это мне в комментариях накидали. Кстати, видите, насколько полезны ваши комментарии, не забывайте оставлять их под этим видео в том числе. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Вячеслав ответил на многие вопросы, если у вас какие-то еще остались, пишите, будем отвечать. Да, задавайте, будет интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok